Около 10% детей во всем мире имеют проблемы психофизического или неврологического профиля. Цифры статистики конкретно говорят о том, что теме детского здоровья должно уделяться особое внимание. Брестский областной центр медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями Тонус – одно из тех учреждений, где свою помощь получают малыши разного профиля. Благодаря сформированной системе учета, контроля и реабилитации есть и свой результат. Помощь детям с первых месяцев жизни позволяет более половины из них реабилитировать к пяти годам. Достаточно стройная система у нас сформирована в республике, и помощь оказывается полноценной, конечно. И охват этой помощи довольно широкий, и доступность этой помощи высокая. Поэтому здесь мы, в принципе, как бы идем в ногу со временем. Но, конечно, нет предела совершенства. Безусловно, есть что улучшать, есть какие изменения вносить в эту систему. Но я думаю, что все постепенно будет решаться. Эти предложения есть, и они озвучиваются, и эта работа ведется и на уровне Минздрава, и на уровне Министерства социальной защиты. Потому что здесь мы как бы смежное ведомство в работе с детьми-инвалидами. Центр Тонус – учреждение со стационаром дневного типа, что не позволяло его работникам и администрации проводить здесь ряд медицинских манипуляций. Именно поэтому одно из предложений, озвученных для рассмотрения в рамках Всебелорусского народного собрания от системы здравоохранения, состояло в расширении полномочий таких учреждений. Это позволило бы сделать помощь тяжелобольным малышам более доступной на местах. Дневные стационары смогут закупать лекарственные средства за бюджетные деньги и вводить эти препараты пациентам. До текущего момента мы такого права не имели. Пациенты сами должны покупать лекарства, мы можем их только вводить. Это непосредственно касается нашего центра. Очень интересно, будет ли это. Для нас это очень важная тема. Ну и, конечно, какие будут изменения у нас в Брестской области, какие у нас будут приоритеты, как мы будем дальше развиваться, какие дальнейшие стратегические пути, направления, чем мы будем дышать в ближайшее время. Кроме того, по мнению нашего собеседника, не последнюю роль в вопросах рациональной финансовой поддержки учреждений здравоохранения должны оказывать показатели эффективности деятельности. Андрей Богданович уверен, что изменения в ближайшее время придут и в систему стандартов качества оказания медицинской помощи. Недавно было совещание у президента по поводу изменения в закон о здравоохранении. Довольно обширные изменения будут вноситься. Эти предложения прорабатывались длительное время и многие специалисты участвовали в проработке этих предложений. И я просто жду, какие из них будут все-таки утверждены, в какой редакции это все войдет. И интересно, что нас ждет в ближайшее время, как мы будем работать. Потому что там есть ряд изменений, которые даже касаются непосредственно нашего центра. Конкретные формулировки планируемых изменений будут известны уже после проведения 6-го Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет в нашей стране уже в феврале. Продолжение следует...